Праздничный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы Анапе принял начальник Анапского гарнизона. На трибунах почетные гости и глава города Юрий Поляков. Торжество открыл 1141-й гвардейский артиллерийский полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Маршем идут офицеры, мичмены, курсанты Института береговой охраны ФСБ под аккомпанемент военного духового оркестра. Научные роты военного инновационного технополиса «Эра» – элита российской армии. Это первый в истории вооруженных сил научный центр по внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, не имеющий аналогов в мире. В строю проходит отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада. На параде также ветераны боевых действий, локальных конфликтов и силовых структур. С завистью и восхищением смотрят детвора на таких же, как они мальчишек и девчонок, только в казачьей или кадетской форме. В Анапе 23 первичных казачьих общества, 2500 казаков, 100 казачьих классов и более 2000 юных казачат. Ребята постарше – кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова. В первых рядах – самые почетные зрители – ветераны. Галине Булатовой будет 90, День Победы поет со всеми вместе и приглашает на бенефис. Именно военные песни пела ей мама вместо колыбельной в суровые годы войны. В нашей школе сделали военный госпиталь и ухаживали, группу нашу, кто на пятерке сдал санитарное дело, всех пригласили помогать медикам. И мы ухаживали за ранеными. Ветерану Николаю Бомко 94, но он до сих пор не потерял боевой выправки. На войну пошел добровольцем, дослужился до командира курсантского отделения. Освобождал Прагу и Польшу. 19 лет командовал батареей «Катюша». Я должен выразить благодарность руководству города, лично главе города Юрию Федоровичу Полякову, совету депутатов, совету ветеранов и всем организациям управления культуры, прежде всего, которые подготовили прекрасный праздник. 200-метровую копию Знамени Победы несут дети из творческих ансамблей Анапы в национальных костюмах. Нерожденные дети, блокадники, жертвы концлагерей Бухенвальд, Дахау, Освенцем, моряки и партизаны, павшие смертью храбрых. Постановка местных театральных коллективов «Бессмертный полк» нашла отклик в душе каждого. Пол Европы прошел, но от пули шальной я упал на ступенях Рейхстага. Были слезы, к сожалению, мой прадедушка Кичкин Владимир Павлович не дожил до этого дня. У них, кстати, сегодня с моей прабабушкой было бы 74 года совместной жизни, они на 9 мая познакомились. Колонну «Бессмертного полка» возглавил глава города Юрий Поляков. Акция набирает обороты. Впервые «Бессмертный полк» в этом году прошел в Австралии и Аляске. В Анапском районе в этом году в полку прошло рекордное количество человек – 12 тысяч. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.